Всем привет! Меня зовут Джин Лав, Наталья Быков. И в этом видео я расскажу вам, как сделать супер-классную, удобную и эргономичную мышку для руки. Из любой абсолютно мышки. Итак, краткая предыстория сначала. Я первую свою мышку эргономичную сделал. Это вот эта вот была мышка. Она была изначально обычной мышкой под правую руку. Но так как я пользуюсь мышкой левой рукой, я сделал её именно под левую руку. И что я сделал? Я здесь вырезал всё, здесь вырезал всё лишнее. И здесь залепил специальным пластиком, которому я придал определённую форму для пальцев. И который потом застыл, и мне стало очень удобно, эффективно играть этой мышкой. Именно у неё вот такой вот был хват. То есть я вот так вот ложу палец, всё очень удобно, комфортно. Везде идёт соприкасание, везде идёт максимальный контроль. А в задней части, здесь находилась уникальная форма, тоже из пластика. С выемки под безымянный палец, выемка под мизинец. И благодаря этим выемкам я мог чётко управлять мышкой. Сейчас покажу, как это было. Это было следующим образом. То есть я мог мизинцем, лёгким скручиванием мизинца назад, толкать мышку назад. И также, благодаря безымянному пальцам, я тоже, он имел упор, потому что здесь ямка, здесь ямка. А между ними такая вот форма уникальная. И вот, и благодаря этой форме было очень эффективно и удобно контролировать и управлять мышкой. Самое главное, что это даёт нам? Даёт нам максимальную эффективность в игре. У нас не устают пальцы, не болят и так далее. То есть это очень удобно и комфортно пользоваться. И самое главное, что управляется мышкой без напряжения, тремя пальцами. То есть мизинцем, безымянным и большим. Вот. Сама эта мышка имела тихий клик, то есть бесшумная мышка. Сама изначально она такая была, да? Вот. Но в итоге она у меня поломалась. И сегодня я создал тоже эргономичную мышку. То тоже из обычной мышки. Вот. Но эта мышка имела громкий клик. Я решил сделать её тоже беззвучной. Как я это сделал? Я рассказал в другом видео. Ссылка будет в описании. То есть если вы хотите как сделать бесшумную мышку, которая не кликает, вы можете посмотреть в этом видео. Ссылочка в описании. Там я рассказываю о самом лучшем способе создания бесшумной мышки. При котором вы её мышку не поломаете. Никаких пластинок там гнуть не надо. И самое главное, у вас останется ощущение клика. Вот. Ну ладно, это была отсылка. В общем, в итоге я сделал эту мышку тоже бесшумной из обычной. И также сделал я её эргономичной. Что я сделал в итоге? Я взял в этом боку, срезал лишний пластик. Чуть-чуть вот тут тоже всё срезал. Срезал резинку эту всю. Всё срезал. Потому что для меня удобно и эффективно, когда вот эта вот часть мышки уже. В будущем я создам вообще супер идеальную классную игровую мышку, но это в будущем. А сейчас я просто тут сделал поуже и всё срезал лишнее. Потом я здесь просверлил несколько отверстий, чтобы когда я сюда залеплял пластик, он держался. Вот. И также с этой стороны я срезал всё лишнее. Тоже просверлил несколько отверстий в боку, да, чтобы пластик держался. И залепил всё это пластиком. И вот такая вот у меня классная эргономичная мышка тоже получилась. Тоже у меня идёт соприкосновение всего пальца и контакт площади большого пальца. И внизу. То есть внизу упирается хорошо. И вверху. То есть идёт полное управление. Вот. То же самое и с этой стороны. Максимально удобная, эффективная форма. Благодаря которой я могу мизинцем и безымянным пальцем легко управлять мышкой. То есть... Ну, это вот так вот происходит. То есть скручиванием пальцев я управляю и чётко контролирую всю мышку. Легко и удобно. Самое главное, с помощью этого пластика, если, допустим, вы залепили, а потом поняли, что немножко что-то сделали не так, да, вот, и что-то некомфортно. Его всегда можно исправить. Просто нагреть в определённом месте, где вам некомфортно. Придавить, надавить или налепить новое. И можно просто сделать другую форму. И сейчас я сделал классную эргономичную мышку. Протестирую, попробую, поработаю. Если мне где-то будет что-то неудобно, я могу это просто исправить. Но так как это у меня уже вторая эргономичная мышка, вот, я уже знаю, что у меня всё будет отлично и что уже комфортно, потому что я уже имею опыт их создания. Вот. И даже сейчас я ощущаю, что комфортно её управлять. Вот. Вот. Так как я использую хват коготь, именно такое расположение пальцев у меня в игре. Сейчас я показываю это в боковом виде, а вот так это будет в вертикальном виде. То есть в игре у меня пальцы стоят вот так. Вот. Ну, самое главное, вы должны понимать, когда вы используете эргономичную мышку, что вам это даёт? Это даёт вам то, что вы, первое, держите мышку максимально чётко и хорошо ей и точно быстро управляете. Второе, ваши пальцы не устают, не болят и так далее, не затекают. Вот. И самое главное, вам легко управлять мышкой. Максимально легко увеличивается точность управления и скорость управления, потому что идёт она без напряжения. Вам не надо напрягать пальцы, напрягать пальцы, чтобы держать мышку. Ей управлять. Потому что, когда вы напрягаете пальцы, держите, вы не так хорошо управляете. Когда ваши пальцы расслаблены, и сами по траектории движения, расслабленные пальцами, вы управляете, вот, это получается намного эффективнее. Потому что управление идёт за счёт того, что пальцы, мизинец упираются, они находятся в канавках, в ямочках таких. И это очень удобно и эффективно. Также большой палец тоже лежит во всей площади. В общем, я рассказал вам, ребят, как изготовить эргономичную мышку. Делается всё очень просто. Просверливается здесь отверстие и залепляется пластиком. Вот. Название пластика, которое я использовал, я тоже будет ссылка в описании под видео. Вот. И как это делается? В принципе, я просверлил дырки, налепил сначала просто полоску пластика, а потом пальцем вот так вот придавливал, сдавливал пальцами до тех пор, пока мне будет комфортно. То есть, до комфортного у меня расположения. Но сейчас вы можете посмотреть, вот что у меня получилось. Вот такая вот форма. Кому интересно, то тоже можете создать для себя суперэргономичную, эффективную и удобную мышку. А на этом всё, ребят. С вами был Джиллав, из Любыков. Всем пока.